Всем доброго времени суток, с вами канал Человеческий Организм. Сегодня мы поговорим об уходе за денежным деревом. Но перед началом видео хочу вас попросить помочь мне добрать 10-50 тысяч подписчиков до конца лета. А до конца лета осталось всего лишь 18 дней. Для этого вам потребуется подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Также хочу попросить вас поделиться роликом в социальных сетях. Ухаживать за толстянкой очень просто. В летний период, когда денежное дерево активно растет, его следует регулярно поливать. Но только после пересыхания почвы. Растение совсем не допускает переувлажнения, потому как привыкло к сухому климату. В период покоя полив практически прекращается. Хотя один раз в два месяца или же один раз в 2-3 недели в зависимости от ситуации. Если его поливать, то особого вреда не будет, так как зимой есть опасность, связанная с поливом. При пониженной температуре денежное дерево легко залить и погубить из-за загнивания корней. Поэтому поливать его в этот период не чаще одного раза в 2 недели. И здесь опять-таки все зависит от температуры и окружающей среды. Влажность помещения особой роли не играет. Поэтому толстянка легко переносит пересушенный воздух в квартир. Кроме этого, помещения, где находятся растения, следует регулярно проветривать. Опрыскивать растения не обязательно. А вот протереть листья от собравшихся на них пыли – это обязательно. Мы протерли листья слегка увлажненной тряпкой. Можно и губкой. Не стали применять никакие смеси. Температура и освещение для толстянки. Летом для денежного дерева подойдет комнатная температура в помещении и уличная на улице. Так что в летний период это особо не принципиально. Дневная температура этого растения может находиться в пределах плюс 20-22 градусов. А может и ниже, вплоть до плюс 6 градусов. Но без прямых попаданий солнечных лучей. Здесь полностью можно согласиться с фэншуй и ставить денежное дерево у юго-восточных окон. На западных и восточных, впрочем, оно тоже растет с не меньшим успехом. А вот если вы поставили толстянку у южного окна, то позаводьтесь о ее защите от палящего солнца во время летнего сноя. Под воздействием палящих лучей листья денежного дерева становятся красными, сохнут и опадают. Но летом лучше не держать денежное дерево в помещении. Толстянка предпочитает свежий воздух, поэтому летом ее весьма желательно вынести поближе к нему. До помещения, где стоит денежное дерево, почаще нужно проветривать. Недостаток свежего воздуха может спровоцировать опадение листьев. Календарь денежного дерева Суккулентам, как и кактусам, необходим период покоя. Это период с сентября по февраль. При этом это должно быть прохладное помещение. В это время растения практически не поливают. Если есть те, кто не знает, что такое суккуленты, суккуленты – это растения, которые накапливают в себе запасы воды. В летний период для денежного дерева нужен свежий воздух и тепло. Эти условия позволяют хорошо расти и развиваться денежному дереву. Для более взрослых растений похожие условия содержания смогут спровоцировать неповторимые цветения. Пересаживать растения нужно только весной. Размножаются растения весной и летом. В период активного роста требуется подкормка. Для подкормки денежного дерева прекрасно подходят удобрения для кактусов, но удобряется она только в летний период и с периодичностью в 15-20 дней. На этом закончим видео об уходе за денежным деревом. Другие ролики о денежном дереве можете найти у нас на канале. Прошу подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Еще не забудьте поделиться роликом в социальных сетях. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!